Здравствуйте. Здравствуйте. Можете сказать, что произошло? 13 числа, утром, пол первого дня, и в нас привезел снаряд. Получается, на нас сверху упал потолок. Я когда вылезла, я подползла к папе, было очень больно. И после того, как нам помогли притащить меня в подвал, в соседний гараж, меня там останавливали кровь очень долго, 2-3 часа. И на следующий день, получается, я узнаю, что мама с бабушкой не вернутся. И потом мы решили, что надо уезжать отсюда. Мы узнали, что здесь есть бомбоубежище, что здесь есть медики, которые могут мне помочь. И на следующий день, утром, как только мы проснулись, мне сделал папа, перевязал ногу. После чего мы хотели выехать и опять пытались по нам стрелять. Кто? Азов. Как вы знаете Азов? На тот момент ДНРовцев не было. Ну и я видела только украинцев, ну, украинскую армию, которые пытались стрелять по нам. И после того, как мы уехали оттуда, не переставали бомбить их на гараже. И после того, как мы приехали уже сюда, они встали здесь и спрятались за больных, за больницу, которые уже... Но их уже нет, и она помолвала ДНРовская армия. И мне помогли, перевязывали ноги, руки, голову. Все уже хорошо. Спасибо, российская армия. Спасибо, российский. Как... 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 На Герополе США они все сказали, что Россия стреляет на меня. Дома уничтожили, украинская армия. Нам помогает российская армия водой, хлеб, еда. Ну, то есть, что-нибудь помогали нас вывозить, больных, раненых, всех. Спасибо.